Ого какой комарик Кишкишкишкишкишкишкишкишкишкишкишкишкишкишкишку Привет друзья, привет мои дорогие подписчики Сегодня я готовлю индюшинные головы Должно получиться вкусно Открой ротик Ко 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 Класс головы от зернового самогона хорошая штука а спички не очень так и скажешь я буду кавказ буду молчать лавровый листик и пучок хвостиков петрушки пенка потихонечку еще собирается буду варить индюшачьи головы и лапки часик час 15 зависимости от температуры какая здесь будет периодически буду собирать пенку красота бульончик уже классно пахнет и еще один секретный компонент это клубничка без нее никак это клубничка и и и и и и и бульончик а очень мало но он настолько вкусный его специально сохраняю будет обалденная штука для первых блюд я обжариваю индюшачьи головы и индюшачьи копыта на обычном простом растительном масле бульончик 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 пальчики после мяса настолько липкие столько коллагена столько классного всего в этих головах получилось что-то будет ждать косточек жди все настолько классное столько сочное что даже немного прилипло к казану Сейчас я сюда бросаю вот такую большую количество чесночка свеженького, имбирчик и острый перчик. Инвертный сироп. Как сделать хороший вкусный инвертный сироп, ссылочка вверху. Светлый китайский соевый соус. И темный соевый соус. А теперь нужно, чтобы температура была очень маленькая, чтобы головы именно пропитались ароматной смесью сырого соуса, инвертного сиропа, ароматом чеснока, острого перца и имбиря. Вот так хорошо деглазируется сковорода под прилипших частичек самой шкурки. Она была достаточно такая цариткая с калагеном, поэтому прилипала. Еще немножко светлого соевого соуса. Я головы и ноги не солил, потому что здесь очень много соевого соуса, который дает соль. Прекрасно пенится вверхный сироп, все карамелизируется. Самое важное сейчас убрать все угли из-под очага и накрыть крышечкой на пару минут. Теперь самое важное, китайская пряность 5 специй. Под казаном уже совершенно нет жара, углей, но он еще горячий, от очага и сам казан чугунный хорошо держит тепло. Вот так прекрасно все деглазировалось со стеночек, все мяско такое было слегка прилипшее, все отлипло. Аромат стоит супер. Красное сухое вино, мое домашнее. Холодное. Класс. 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 Ух ты! Настолько все в желе, такое все липкое, даже просто сделать бульон из индюшачьих олок и индюшачьих копыт, это уже будет супер-супер вкусный шедевр. А вот такое... Такой прекрасный баланс сладости от индюшачного сиропа, китайская пряность 5 специй, соевый соус, острый перчик, имбирь, чесночок. Все отлично. А язычок? Я хочу язычок. Мясистый язычок. А еще есть глазик. Горячий глазик. Тут еще столько мяса, но все такое горячее, я просто не успеваю все попробовать. Настолько вкусно, это как раз прекрасная закуска и к вину, и к пиву. Здесь очень много вкусного, она так медленно кушается, каждая косточка вкусняшка, а еще копытца, я не пробовал. Копытца. Да, по-настоящим вот такие красивые лайки нужно ставить, друзья. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные жирные лайки, пишите комментарии, как понравилось вам мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Спасибо. Спасибо.